друзья всем привет вы на канале донбасс сервис с вами как всегда евгений стропак сегодняшнее видео будет о ремонте такого автомобиля как audi q3 машина заехала с таким ремонтом как снятие бронированной пленки и полировка этих деталей но при снятии бронированной пленки на некоторых участках деталей лак начал слазить вместе с пленкой естественно детали были не в заводской покраски заводской покраски было только правое переднее крыло капот красился два раза и подкрашивался локально третий раз три раза красилась переднее левое крыло и при расчистке я увидел что бампер красился один раз но он уже менялся незначительный удар был в левую часть машины переднюю когда я начал расчищать переднее крыло левое там немножко было шпаклевки и на капоте также на углу где делалась локальная покраска там тоже небольшое повреждение я там под шпаклевал чтобы все было ровненько и красиво напишите пожалуйста в комментариях почему в этих местах слез лак я думаю вам видео понравится так что смотрим поехали обратите внимание как слазить лак вместе с пленкой для снятия пленки поверхность лучше всего под нагреть феном для снятия пленки и Субтитры создавал DimaTorzok Вот так выглядит поверхность после снятия бронированной пленки. Не стесняйтесь, напишите, мне интересно ваше мнение, почему слез лак вместе с пленкой. На углу капота была небольшая неровность, и я использовал универсальную шпатлевку для выравнивания поверхности. Субтитры создавал DimaTorzok Вышкуриваю поверхность абразивным кругом P180. После абразивного круга P180 я беру мягкую подложку с абразивным кругом P240 и прохожусь всю поверхность. Как мы видим, на бампере у нас толщина материала очень тонкая. И я беру абразивный круг P240 и расшлифовываю его сразу под грунтик. Поверхность на крыле мне не очень понравилась, и я решил его выровнять под брусочек, вот такой мирковский, с наждачкой P120. Движениями по диагонали мы выравниваем поверхность. Движениями по диагонали мы выравниваем поверхность. Движениями по диагонали мы выравниваем поверхность. вот так вот выглядит поверхность после наждачки по 120 обязательно наносим проявочную пудру чтобы перебить прямую риску после наждачки и перебиваю риску абразивным кругом p180 и затем прохожусь под мягкую подложечку абразивным кругом p240 и в завершении прохожу файном либо красным скотч брайдом и поверхность готова к грунту на нижней части заднего бампера имеются небольшие повреждения их также я убираю абразивом p180 и под мягкую подложку p240 а 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 и а а а а а а а а а Загрунтовал два слоя. Процесс нанесения базы. И вот результат окрашенных деталей лаком брюликс два слоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот итоговый результат. Ну и на этом на сегодня все. Кому понравилось видео ставим палец вверх. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое свежее видео. Не забывайте нажимать колокольчик. Вам придет оповещение о новом видео. Так что, до новых встреч. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...